Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о должном обеспечении растений томата кальцием. Растения томата, а также перца и баклажана, да и многие другие овощные растения в значительной степени нуждаются в кальции. Кальция является крайне важным элементом. Недостаток кальция приводит к образованию специфического хлороза у растений томата и других растений. Вы можете посмотреть в одном из наших роликов, связанном вот с диагностикой нехватки кальция у растений. В отношении томата нехватка кальция является наиболее остро выраженной. Это связано с тем, что с одной стороны томат предпочитает слабокислую почву, а большинство кальциевых удобрений, таких как извис, таких как мел, как доломитовая мука и также зола, они защелачивают почву, а это совершенно неприемлемо для растений томата. Многие используют яичную скорлупу для укладки в лунку, а также в почву для рассады, для того, чтобы исключить дефицит кальция. Однако же данный способ является совершенно неприемлемым, потому что скорлупа является очень-очень плотной, гораздо плотнее мела. И разлагается она в почве, растворяется очень-очень медленно под действием почвенных кислот. И поэтому фактически не может в должной мере обеспечить растение кальцием. Для избегания вот такого защелачивания почвы многие блогеры, специалисты рекомендуют использовать кальциевую селитру в период образования плодов для профилактики и лечения вершинной гнили. При этом избыточное внесение кальциевой селитры приведет к занетрачиванию овощей, а также возврату растений в вегетативную фазу роста. Будут пасынки, будут крупные листья, все это будет наносить ущерб вашему урожаю, а также приводить к нездоровой продукции, занетраченной продукции. Поэтому этот способ, ну так сказать, 50 на 50, но тоже не очень желателен. Во избежание накопления нитратов и защелачивания почвы мы на нашем канале не раз рекомендовали различные способы. Это может быть быстрый кальций, когда мы гасим или доломитовую муку, или мел, или известь с помощью уксусной кислоты. Посмотрите, пожалуйста, это также может быть гашеная уксусом зола, которая будет также источником калия и будет источником кальция, при этом не будет запирать железо в почве и приводить к хлорозу растений, и не будет запирать фосфаты кальцием, будет способствовать лишь мобилизации фосфатов и также будет обеспечивать быструю кальциевую подкормку. Но есть еще один оригинальный метод, который вы вполне можете использовать как на период выращивания рассады, так и при посадке растений на постоянное место. Это мраморная подкормка томатов кальция. Мрамор является минералом, состоящим из карбоната кальция, как мел, например, и если поместить мрамор в кислоту, начинается бурное выделение углекислого газа, растворение мрамора без остатка при достаточном количестве кислоты и превращение его, кальция этого, в растворимые формы. Он становится абсолютно доступен растениям. Дополнительное выделение углекислого газа будет способствовать и дополнительные углекислые подкормки ваших растений, а также мобилизации различных карбонатных нерастворимых соединений, например, карбоната железа. Он будет превращаться в гидрокарбонат железа, и таким образом вы будете убивать как бы двух зайцев. И мобилизовать различные микроэлементы в почве, и обеспечивать подкормку кальцием ваших растений. В чем преимущество мраморной подкормки? Оно состоит в том, что растворимый кальций образуется очень локально, вот в зоне залегания вот этой вот мраморной крошки. Мраморная крошка часто используется в садоводстве, как мульчирующий материал, как какая-то декоративная засыпка для объектов благоустройства. Буквально один кусочек, помещенный вот в такой вот стаканчик, вы можете сделать это и сейчас, просто на глубину одной фаланги вот указательного пальца заделать вот этот вот в почву кусочек мрамора, и вы можете точно быть уверенными в том, что ваши растения обеспечены кальцием на уровне рассады. Если вы возьмете 7-8 кусочков этого вот мрамора и положите в лунку для посадки томата, а также перца, баклажана, капусты и многих других растений огурца, то таким образом вы можете быть абсолютно уверенными в том, что вашим растениям хватит кальция. Кальций мрамора, карбонат в мраморе, он гораздо более рыхлый, чем в яичной скорлупе, и в то же время более плотный, чем у мела. Поэтому мрамор будет оставаться в виде такого кусочка, медленно растворяющегося, будет обеспечивать гармоничное поступление кальция в корни растениям, к плодам, это будет профилактикой лечения вершинной гнили, и он будет формировать вот этот растворимый кальций только вот там, где залегает сам кусочек. Этот кальций растворимый будет тут же поглощаться корнями. Тем самым будет предотвращено такое глобальное распространение кальция по зоне роста корней. Как я уже сказал, кальций связывает фосфор. Это нехорошо. Мы во многих роликах говорили об этом, что можно блокировать одни элементы другими питания, и такие как бы негармоничные подкормки могут приводить к дефицитам определенных элементов питания. Если же вы вдруг заметите, что вашим растениям кальция не хватает, то в этом случае надо будет делать не кальциевую подкормку, а подкормку уксусную, как это показано в одном из наших роликов. Кроме того, что эта подкормка будет подкислять немножечко грунт, что будет способствовать лучшему росту развития томатов, она будет растворять дополнительное количество кальция в этом самом раморе, увеличит поступление кальция в корни, и она также будет способствовать повышению засухоустойчивости ваших растений, что очень актуально в сезоне 2020 года. Что ж, надеюсь, этот простой, элементарный и очень дешевый способ обеспечения растений кальцием поможет вам получить гармоничные подкормки, что скажется на увеличении урожая с меньшими хлопотами для огородника, каковых хлопот хватает более чем в сезон выращивания растений. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!